Frame Strike Spare – это спортивные термины, все чаще можно услышать от Саровчан. Игра в боулинг набирает популярность среди жителей нашего города. В феврале этого года в Сарове создали федерацию боулинга, чтобы объединить людей, увлеченных этой игрой. Мы решили образовать федерацию единомышленники. Мы здесь с ребятами играли, играли. Думаю, надо это как-то под контроль. Да и тем более мы постоянно организовываем турниры. Как-то это, думаю, повышать свой уровень. Поэтому решили обрести форму. Создали федерацию. В рамках федерации спортсмены проводят различные тематические турниры. Первые соревнования под названием «Шаролет» провели в начале апреля и посвятили Дню космонавтики. Руководители федерации отметили активность игроков и решили повышать свое мастерство на выездных мастер-классах. Мы ездим в город Нижний Новгород. Там есть тренеры, специалисты, которые помогают нам с образованием. В том плане рассказывают, что это такое, как это все делать правильно. Помогать нам с амуницией, потому что у некоторых уже игроков появились личные шары, личные тапочки, обувь специальная. Для сотрудников конструкторского бюро номер 12 федерация организовала специальный турнир Дюжина. Обязательным условием было собрать на состязание 12 команд. И они собрались. Каток, Пионеры, Ядрёный Вож, Супер Марио. Среди десятка замысловатых названий своей красотой и очарованием выделялась женская команда Незабудки. Зоя Ефремова стала участницей турнира «Случайно». Организаторы турнира решили, что должна быть женская команда. Меня пригласила подруга, и я согласилась. Для Зои это первое участие в турнире. До этого она играла в боулинг только в компании друзей. Так что навыки точного сбивания кеглей шарами у неё есть. Женщину не смущала большая конкуренция. Своим оптимизмом она заразила своих коллег по команде и выделила главный секрет успешного выступления. Хорошее настроение, уверенность в себе, ну и желание победить. Хорошее настроение не оставляло участниц турнира даже во время досадных промахов, когда шар предательски соскальзывал в жёлоб. Каждый страйк дамы встречали бурным ликованием. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.